Венки и цветы возлагают к монументу на братской могиле морских пехотинцев, которые погибли при обороне Абинского района во время Великой Отечественной войны. То, что рядом есть такой символ, важно. Кроме того, здесь историческое место сбора казаков. Анапчане проходят торжественным маршем перед трибуной. Парад принимает войсковой атаман Николай Далуда. Среди почетных гостей – глава города-курорта Юрий Поляков. После торжественной части – осмотр расположения. Гости – представители еще двух соединений Кубанского казачьего войска. Им показывают штаб, как образцово-показательный, медицинскую палатку должного размера, пожарный щит. То, что здесь я вижу, лучше нигде организации военно-полевого сбора нет. Чуть-чуть, может быть, хуже – это Черноморский округ. То есть они примерно одинаковые. Почему? Потому что вы здесь помогаете очень здорово. Вот именно главы, вы помогаете. Спасибо вам огромное за это понимание, за то, что даже сегодня, вот, в этот день вы приехали, чтобы принять участие в этом торжественном открытии. Самое главное, по словам Николая Далуды, все, что находится в расположении – собственность дивизии. Палатки анапчан можно определить сразу. Здесь все продумано со свойственной казакам-смекалкой. Палаточный городок, прекрасный, организация занятий, великолепное, прохождение на торжественном построении тоже великолепное. У нас есть боевая подготовка и воспитательная работа. В этом плане господин Плотников действительно лидер, я считаю. Ну, точно так, наравне с атаманом Крымского, Калининского, Красноармейского районов, Славянского района и так далее. Здесь абсолютно потенциал у всех атаманов районных казачьих обществ одинаковый. Всего на сборах порядка 2300 человек, среди них около 400 анапчан. То, что здесь происходят сборы, я лично здесь второй раз. Атаман каждый год здесь находится. Это нужно, необходимо для того, чтобы наше казачество поддерживало дисциплину, было всегда готово вступить за наших граждан, которые живут у нас. Они у нас задействованы и казачьи дружины, которые ходят по верхней набережной, занимаются обеспечением порядка и находятся в местах массового оскопления граждан. То есть это все присутствует, они задействованы на всех уровнях. По словам атамана Анапского районного казачьего общества Валерия Плотникова, отношения с администрацией города-курорта конструктивные. Есть взаимопонимание, это самое главное, понимаете. Нас слышат, нам помогают, в принципе, все идет своим чередом. В принципе, как атаман района доволен своими казаками, у нас все нормально. При прохождении, при проверке, осмотре и мест проживания, и питания, ну и парад атаман войска оценил нас. Более трети анапчан на сборах – юные казаки. Тимур Мельниченко и Сергей Вишняков с хутора Чикон – друзья по жизни. У Тимура – деды и прадеды казаки, у Сергея – также три поколения военных. Три года назад семья переехала на Кубань с Дальнего Востока. Мне очень нравится, и меня батя с самого детства, получается, хочет, чтобы я был как военным. И вот даже где-то лет пять у меня было, и он на работу, он 20 лет отслужил, и он постоянно брал меня на работу. Можно сказать, что это вообще мужское дело – быть военным. Задачи, которые ставятся перед казаками, неизменны. Боевая подготовка, патриотическое воспитание молодежи, охрана правопорядка и государственной границы. Вместе с тем уже в ближайшее время у всех российских казаков появится единое командование. Организация Всероссийского реестрового казачьего войска даст возможность выровнять возможности всех 11 реестровых войск по выполнению и государственной службы, и задач государственной службы, и системы казачьего обучения, и системы патриотического воспитания подрастающего поколения. Потому что на сегодняшний день только на такой серьезный уровень вышла кубанская казачья войска. Это не потому, что я там одеяло на себя тяну. А это не мои слова. Это оценка Совета по делам казачества при президенте Российской Федерации. По словам Николая Далуды, это новый этап, который потребует от всех казаков дополнительного усердия. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.